Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, Министерство труда России, великолепный министр труда, Антон Котяков, Котяхов, Котяхов, наверное, Котяхов, выкатил еще один замечательный котях. Хотя, если вы посмотрите на лицо министра труда, то вы удивитесь. То этот человек с явно крайне излишним весом. Явно не похож на трудягу. То есть министр труда все-таки должен быть, знаете, наверное, чтобы он хоть когда-то трудился, хоть чем-то. Но этот явно, кроме как ложкой и ножом, коими, как неизвестна есть формула, ножом и вилкой мы копаем себе могилу. Так вот этот Котяхов, он усиленно копает. Но больше, наверное, не себе, а нам. И что же он решил? То есть иметь такого министра труда, это вообще издевательство над здравым смыслом. Потому что, ну явно, знаете, просто вот классический образ такого буржуина. Ему еще этот котелок черный, смокинг, бабочку и нормально. Министр труда. Великолепный путинский министр труда. Вот прямо идеальный. Идеальный. Я просто аплодирую. Так что же он придумал? Решили упразднить минимальный прожиточный минимум и потребительскую корзину. А то все время считали, там, сколько на эти деньги можно прожить, сколько там можно купить, там, что-нибудь там, хлеба, там, что-нибудь еще. В этот же прожиточный минимум, там, еще какие-то можно, там, носочки себе, трусики купить. То есть все это рассчитано, целое министерство работает, чтобы все было четко. Чтобы вот получаешь, там, 10 тысяч, или, там, пенсионер, там, какую-нибудь премию, пенсию получает, чтобы все, все укладывалось. Чтобы не свистели, что не хватает. Нечего по помойкам шастать, там, это, собирать, что-то такое. Нечего. И все у нас рассчитано. У нас Катихов рассчитал вам все. Рассчитал, что вы можете. Но сейчас они, знаете, хотят, похоже, вот, бедняков, нищих, замести как бы под ковер. Им неприятно. Им неприятно смотреть на это. Им неприятно какую-то потребительскую корзину считать. Да зачем это нам надо? Зачем нам надо? Все, мы это рассчитаем. У нас и статистика нормальная, скажем. Все нормально. Пенсионеры наши живут отлично. Минимальная зарплата? Да, и без нее. Без нее пройдемся. Прожиточный минимум. Минимальная зарплата еще осталась. Это понятно, она там входит. Штрафы там с нее, все понятно. Но очередные, конечно, нововведения. Хотя, ну, что нам эти бюрократические игры, на самом деле, вы скажете? Что они утвердят эту корзину? Что они утвердят? Жизнь-то все равно она другая. То есть в их кабинетах она совершенно по-другому. То есть это все их игры. Там они друг другу передают бумаги, там, Путину, там, сколько у нас нищих в стране, сколько там, это, почти нищих. То есть уже надо делать градацию такую, что это не нищие. Что если есть у вас там что-то такое, к примеру, живете в какой-то квартире, которая, может быть, досталась вам от родственников, вы уже не нищие. А что, продайте и уезжайте в деревню, куда-нибудь домик. И вот вам будут деньги на жизнь. Что это вы? А мы же знаем, вот они даже помощь, помощь выделяют только тем, кто доказал, что он может иметь в виду. А если у вашей бабушки там какой-то домик есть или дачка какая-нибудь, а если у вас есть там старые жигули, вы что, значит, на пособие хотите рассчитывать? Нет, нет, вы хотите запустить свою грязную лапу в карман бабе Вове? Да вы экстремисты. Да заодно за такой вас надо в тюрьме сгноить. Хотя в тюрьме накладно, в тюрьме, знаете, надо кормить. Надо кормить. Так что всех в тюрьму-то не пересажаешь, получается, невыгодно. А мы знаем, какой жлоб этот баба Вова. Баба Вова жлоб. ЖЖ. Баба Вова ЖЖ. Жадный жлоб. Да, скажет, да в тюрьме не экономично держать. Пусть сами, как говорится, по помоечкам где-нибудь там, может быть, действительно на своих дачках, там огурчики, картошечку, как-нибудь перекантуются. А нам статистику не портите. Вот вызвал, небось, этого котиха к себе там на прием, на ковер сказал, слушай, что там мы, там все считаешь ты, что там кому-то не хватает чего-то. Всем всего хватает. Мы всем вот раздали там, там почти, не, всем они не раздали. Ну, там, семьям из детей по червонцу. Пусть они вот на коленях в Москву ползут и кричат, там, царь, батюшка, благодарим тебя, благодарим за наше счастливое детство, что мы там детишкам можем купить что-нибудь, какие-нибудь трусики или ранец в школу. Ну, друзья мои, в общем-то, каждый день, вот каждый день смотришь и думаешь, ну что ж вы, ну что ж вы такие, какие-то мерзкие, ну что ж вы такие мерзкие, а? Ну что ж вы такие мелочные? Знаете, вот хочется даже вот в конце концов настоящего злодея посмотреть. А все время как какое-то вот уродство, даже вот злодейство у них какое-то мелкое уродство, жлобское, жлобское вот и тут они, значит, и статистику. То есть этот великолепный блиноликий не хочет даже видеть этого. Говорит, не парьте мне мозги, как это, в адвадесе-то говорят. Говорит, да, не делайте мне мозги, не очень, не очень, но все равно, то есть даже этого они не хотят слушать. Ну и своего кортежа он, наверное, не видит, как, когда выбрасывают, знаете, просрочку, как люди, и не пожилые, а уже, как говорится, ходят, ходят и собирают, потому что кушать-то нечего. Это уже даже в столице, а не говоря уж о каких-то вещах. То есть они нам не позволяют работать. Министр Турдау давно уже не работает, а теперь ему еще облегчение вышло. Ему не надо рассчитывать, сколько там пенсионер колбасы там или картошки употребляет, или хлебушка. Ничего, все сытые и здоровые. Ни вам потребительской корзины, ни этого прожиточного минимума. Все, живем свободное, как ветер. Но это было бы хорошо, знаете, я вообще любую власть терпеть не могу. Ну, на самом деле, так вот, в душе я анархист, друзья мои. Знаете, не то, что мне вот эта власть не нравится, мне она отвратительна. Отвратительны эти лица, мне просто вот, сумма, вот это мерзавцы такие. Ну и другие мне не нравятся, мне и в любой стране не нравятся. Уж простите, друзья мои, вот действительно, вот как бы, свобода. Я понимаю, что все, любая власть, это мерзавцы. Но этих, дело в том, что понятно, что вообще без этого властей, ну, невозможно. Начнется тоже там бандитизм, понятно дело. Но должен быть такой контроль, такой железный контроль, как говорил профессор Преображенский. Такая бумага, такая бронь, чтобы никакой швондер не пришел и не загробастал наши деньги. А вот эти швондеры, они как раз пришли и теперь с нами делают, что хотят. Ставят на посты неизвестно кого. Просто по этих, такой по ногти, даже выговорить не могу я этих слов. Ну, в общем, друзья мои, власть, как говорится, не хочет видеть нищих. Но это еще полбеды на самом деле. Она просто не хочет их видеть на бумаге. А потом они решат, что что-то нам они слишком дорого обходятся. Дайте-ка мы их, как говорится, дустам. А то что-то возмущаются еще. Проезжая в своем лимузине, я смотрю, как какая-то беднота, какие-то барванцы. Убрать их отсюда. Куда-нибудь там за тысяча первый километр в степь их вывезти. Вполне возможно, друзья мои, что мы своим видом, своими словами, их взгляд, их запах мы как бы отравляем. Они хотят видеть только прекрасные цветущие какие-нибудь дворцы, аквадискотеки, рококо, цыганский этот, цыганский стиль. Вот что они хотят видеть. А мы им травим это все и говорим. Пошел бы этот, как его, Котяков, здоровенный, мерзкий хотях, и его пляшивый руководитель, к чертушке. Ну, это самое ласковое еще. К чертушке так. Пока.